Коллеги, я вновь рад вас приветствовать. В предыдущем видео мы рассмотрели выполнение тестового задания с точки зрения технического исполнения. В данном видео мы рассмотрим с точки зрения аналитической работы. У нас есть в качестве инструмента аналитики дешборд, в котором мы создали определенную логику. Напомню, как у нас выглядел модель данных. То есть у нас есть загруженный файл, на основе которого мы выявили, какие данные будут показателями, какие данные мы могли предрочитать и вывели в качестве формул в блоке расчетные показатели. И также у нас есть связи с измерением с таблицей. Для начала работы я предлагаю открыть дешборд. Ссылку на дешборд мы обязательно вам вышли, чтобы вы могли самостоятельно изучить это. И начать работу мы можем с этого главного навигационного дешборда, нажав на кнопку. На котором у нас откроется основной дешборд. Данный дешборд показывает информацию по тем платформам, вакансии которых они упоминаются. Также видим доли типа платформ, то есть отечественные, иностранные или open source. Также здесь очень занимательно выглядит график с линией тренда, который отчетливо показывает то, что в данной выборке сначала с 12 февраля по 14 марта запрос по вакансиям вырос практически в два раза. И что характерно, мы здесь можем отметить то, что мы явно здесь видим выходные дни, когда у нас вакансии не выкладывались, и с рабочей недели у нас вакансии появлялись на рынке. И также отчетливо видно то, что после праздников 8 марта вакансии выжили довольно большое количество в сравнении с предыдущими периодами. Также у нас представлена таблица, в которой у нас отображается информация по работодателю, и ссылки на вакансию с более подробным описанием. Ну и также в саму таблицу выведена информация, в частности выведена минимальная и максимальная зарплата. И сама таблица отсортирована таким образом, то, что у нас сортировка происходит по максимальной зарплате от большей к меньше. И давайте начнем с графика работы. Здесь, странным образом, у нас встречаются такие типы, как сменный график и вахтовый метод, что не характерно для рынка аналитики. Но мы мало можем представить то, что аналитик будет работать вахтой. Поэтому давайте отфильтруем по значению сменный график нашу таблицу и посмотрим, что у нас вводится. На самом деле мы можем посмотреть и видим то, что у нас есть полетный диспетчер, полетный диспетчер, полетный диспетчер, специалист по наземному обслуживанию воздушных судов. И мы понимаем то, что это вовсе не аналитики. На самом деле мы можем более подробно эту историю открыть и посмотреть все вакансии в более удобной большой таблице, чтобы понять, действительно оно ли нам подходит. По факту здесь мы видим все вакансии, которые, в принципе, нас не удовлетворяют, так как это все связано с авианавигацией и к аналитике это имеет наименьшее отношение. Мы можем, соответственно, вернуться и сразу исключить выборку сменный график из наших данных. Нажимаем кнопку «Применить» и, соответственно, сейчас мы уже более видим осмысленные данные. После исключения сменного графика давайте еще рассмотрим вахтовый метод, посмотрим, что в него входит. Ну, опять же, смотрим, что в него входят довольно странные вакансии, поэтому давайте их смело тоже исключим. И у нас осталась выборка по основным, на самом деле, характерным для сферы деятельности аналитики, типам работы. Теперь давайте сосредоточимся по типу платформы на отечественном полном, поставим соответствующий фильтр и посмотрим, какие российские BI-вендоры нам доступны. В списке видим много знакомых названий и видим такую странную запись, как F-site. Вот, нажмем отфильтруем, посмотрим, какие вакансии нам предлагаются по данной платформе и видим, что здесь тоже что-то странное. То есть давайте более посмотрим более подробно и видим, что тут есть и косметолог, и маркетолог, и Ява-инженер. И, соответственно, тоже мало отношений имеет непосредственно к работе аналитиков. Поэтому я предлагаю вернуться и исключить F-site из выборки, которая нам представлена на данном графике. Поэтому исключаем F-site отсюда. Видим уже актуальный список аналитических платформ. И можем по каждой кликнуть, посмотреть, какие вакансии они предлагают. Ну и здесь уже больше похоже на правду. Соответственно, исключаем следующую. Действительно, здесь тоже все корректно. И давайте еще посмотрим по видеология. Да, здесь тоже отображаются все наши актуальные вакансии. Значит, мы можем перейти более подробно, опять же, посмотреть информацию по каждой из вакансий. И, соответственно, далее по каждой из вакансий мы можем посмотреть те навыки, которые они предлагают. То есть мы здесь провели и выявили дополнительные, ну, выявили дополнительные столбцы с тем или иным навыком по BI. То есть выявили такие основные упоминания, которые могут встречаться. И в каждой вакансии у нас есть соответствующий индекс упоминания того или иного навыка. То есть здесь мы можем посмотреть и оценить тоже, как это выглядит. Ну и в завершении давайте посмотрим на финальный отчет, который мы можем открыть на соответствующей вкладке. И здесь у нас представлена тоже аналогичная сводная информация, но немножко в ином виде. То есть здесь у нас график работы уже немножко в ином виде. Здесь у нас представлено распределение по долям тот или иной тип работы в зависимости от типа ПО, то есть отечественной иностранной или open source. И также здесь мы видим в зависимости от платформы, какие вакансии у нас также представлены. Мы здесь можем их фильтровать и смотреть, в каких компаниях наиболее затребованы такие специалисты. Соответственно, далее при выборе той или иной платформы мы можем посмотреть, в каких компаниях, в каком объеме открыты вакансии по работе с той или иной платформой. То есть мы можем перекликивать и смотреть по конкретной платформе, что нам требуется. Соответственно, внутри мы можем посмотреть, опять же, с какой процентовкой у нас будет делиться удаленная работа, полный график или гибкий график, и, соответственно, такую аналитику проводить по каждому из биогендеров. То есть, вот, в частности, Fireside, мы видим, у Fireside большинство вакансий, собственно, у самих себя, смотрим, DataLens, они, по большей части, представлены в компаниях интеграторов, ну и, допустим, давайте посмотрим еще Visiology, здесь также основные вакансии представлены в компаниях интеграторов. И, что удобно, существующую информацию по данному отчету мы можем скачать в виде Excel-файла и, соответственно, открыть его на просмотр и, соответственно, допустим, поделиться им с руководителем. То есть, аналитик провел какую-то работу, там, отфильтровал каким-то образом данные и, соответственно, потом, по помощи эксперта отчетов, таким отчетом можно поделиться. На этом будем заканчивать. Надеюсь, данное видео было полезным. То есть, в рамках него мы хотели показать работу аналитика, как он взаимодействует с отчетом, как на основе анализа, примененным к данным при помощи отчета, аналитик может выявить какие-то отклонения, соответственно, непонятные, как в данном случае, вакансии, и, соответственно, подготовить отчет руководителю и представить его, там, допустим, в виде Excel-файла. Данный дешборд мы предоставим вам по ссылке, вы сможете с ним ознакомиться. И на этой ноте мы будем заканчивать. Спасибо вам за внимание, спасибо вам за интересный тест. Всего хорошего и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!